Всем привет ребята! Добро пожаловать на канал Счастливый Кролик! И сегодня мы будем рассматривать новое обновление в Бравл Старс под названием Информационный Центр. Это уже 17 сезон в Бравл Старс. И давайте же посмотрим, что у нас появилось новенького. Каким новым персонажам готовится и что же в них такого есть специального? Какие у них атаки? Какие у них супер атаки? В общем это мы сегодня все рассмотрим. Также не забудем про новые крутые скины, ребят. И также для моих постоянных подписчиков у меня есть очень прикольная новость. Особенно для тех, кто любит Бравл Старс, ну и Счастливого Кролика. Я думаю вам очень и очень эта новость понравится. Ну прежде чем мы начнем говорить о 17 сезоне в Бравл Старс, не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Мне очень важно твое внимание. Итак, в 17 сезоне мы направляемся в Информационный Центр Парка Стар. И угадайте, кого мы там встретим. Ну конечно, это новый хроматический боец Арти. Это робот-система наблюдения, который поможет вам разобраться в том, что происходит в Парке Стар. Если сказать простыми словами, то Арти имеет доступ ко всем скрытым камерам видеонаблюдения. Так что он лучше всех знает и видит, что происходит в Парке. Кроме того, у Арти есть досье на каждого бойца. Так что если вы хотите узнать секреты бойцов, просто обратитесь к Арти. Вот такой вот у нас прикольный новый герой. Основной атакой нашего Арти является маркировка противника. Когда он попадает в него, помеченный противник получает больше урона от следующей атаки. Но после того, как противник получит урон, метка исчезает. Таким способом Арти помогает своим товарищам по команде победить противника. Ну а супер у нашего героя просто супер. На то он и супер. Наш герой разделяется пополам. Его ноги остаются на месте. А вы начинаете играть только верхней частью. При этом атака нашего Арти меняется. Оно становится круговой. То есть боец дальнего боя превращается в бойца ближнего боя. То есть атакует верхняя и нижняя часть одновременно. Это очень прикольно. И в следующий раз, когда мы нажмем на супер, Арти снова становится целостным и восстанавливает свое здоровье. И опять становится персонажем дальнего боя. Круто! Мне кажется, Арти будет очень серьезным соперником. А как кажется тебе? Напиши, пожалуйста, в комментарии свой ответ. Также на Арти у нас появится два новых скина. Первый скин это Алый Арти, который будет доступен в Бравл Пассе. И второй скин это Патрульный, который будет продаваться отдельно. А прежде чем мы продолжим рассматривать новое обновление в Бравл Старс, я хотел сказать вам, ребята, что я собираюсь сделать новый канал, на котором буду снимать видео только про Бравл Старс. Теперь я не буду смешивать Робл Пассе и Бравл Старс. То есть на этом канале я буду снимать только видео про Робл Пассе, а на другом канале я буду снимать видео только про Бравл Пассе. Еще один новый персонаж, который понравится, это Виллоу, новый мифический боец. Виллоу это мифический боец и член нового трио. Она охраняет туннель любви, расположенный на болоте рядом с моргом Мортиса. Виллоу умеет манипулировать людьми, используя то, что им нравится. Основная атака Виллоу, она бросает врагам фонарик, который наносит урон подобной атаке Барли. Но здесь есть отличие, цель постепенно отравляется ядом. А суперспособность Виллоу это вообще что-то новенькое. Она бросает головастиков, которые прикрепляются к противникам и на время захватывают над ними контроль. Вы можете использовать только обычную атаку, когда контролируете врага. Суперспособность и гаджеты будут недоступны. Чтобы избавиться от контроля, можно дождаться конца действий способности, победить Виллоу, пока она контролирует кого-то, или атаковать бойца, находящегося под ее контролем. Если контролируемый боец находится на низком уровне здоровья, он может освободиться. Получая контроль над бойцом, Виллоу полностью исцеляет его. Контролируемого бойца нельзя победить, поэтому будьте осторожны, так как все может обернуться против вас. Также у нас появятся новые скины злодеев. Это скин для Эль Прима, который будет иметь название Эль Можордом. Как мы знаем, дворецкий всегда в чем-то довиновен. У Булла появится новый скин Бродячий кот Бул. Он заведет себе злобного кота, который, похоже, возглавляет эту преступную операцию. И также им будет правостоять бабочка Пайпер со своим высокотехнологическим зонтиком. Ну и, конечно же, в этом ей будет помогать Детектив Грей. Он получает новый скин. И этот скин позволяет ему иметь настоящую руку-пистолет. В дальнейшем появятся новые скины под названием Клан Аякаси. Как вы догадались, эти скины будут иметь японскую тематику. И также в дальнейшем у нас появятся новые скины для других персонажей. Этот сезон богат новыми скинами. Теперь каждый игрок сможет похвастаться своими достижениями. И это будет происходить в начале каждого нового боя. Перед началом сражения появится новый экран, на котором будут отображаться ваш скин, изображение профиля, значок, уровень силы и мастерства, а также титул. В общем, сразу в начале боя вы поймете, с кем вы имеете дело. В игре появилось мастерство. Продвигаясь в системе мастерства, очень просто. Вы получаете очки мастерства за победу с использованием бойца. В этой системе невозможно потерять уже достигнутый уровень. Поэтому каждый рано или поздно дойдет до самого высокого уровня. Также есть предел очков мастерства, который вы можете заработать за сутки. Но для достижения этого предела вам придется играть слишком много. Если вы достигнете предела, то возможно стоит сделать перерыв. Когда вы достигнете последнего уровня мастерства, вы получите титул, который будет отображаться под вашим именем на новом экране начала боя. Вот мы и пробежались быстренько по обновлению Бравл Старс 17 сезон. На моем новом канале про Бравл Старс я запишу еще одно видео. Уже с более подробной информацией о этом прекрасном обновлении. Так что не забудь подписаться на мой новый канал. И ты будешь всегда в курсе, что происходит новенькое в Бравл Старс. Ну а здесь, ребят, я буду продолжать снимать Роблокс. Надеюсь, теперь мои видео будут выходить более часто. Так что тоже не забывайся подписываться и ставить лайк. Спасибо, что ты досмотрел это видео до конца. Увидимся в новых видео. Пока-пока-пока. Всем добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова